Добрый вечер Полтава Вы приехали только из Киева Давайте я вас представлю Так Мартосенко Евгений Алексеевич Я правильно говорю, да? Ну вы представьтесь Кого вы представляете сразу же? Я возглавляю областную организацию Глава партии Громадско-политичный рух Валентина Наливайченко Партия Справедливость Вот Я областной глава этой партии Областной глава партии Скажите, я знаю Вы вчера были в Киеве, я правильно знаю? Да, мы ездили в Киев Какая цель поездки была, хотелось бы, чтобы вы сказали? Цель поездки была Донести власти И принести, то есть мы собирали Подписи, собирали заявления По обшорным компаниям Власти, которая Представляет Порошенко Имеется ввиду У нас стояла палатка Которые все желающие, кто считал, что их обокрали То есть приходили и писали заявления О том, что Люди, которые у власти Они имеют обшорные компании Они через эти обшорные компании Выводят деньги Тем самым Убивают экономику страны Спасибо Тем самым Нанеся Украине Большую ущербу Где палатка стояла? Палатка стояла Возле пятой школы Спасибо То есть у вас в одном месте Как долго она стояла? Ну, один день Палатка в одном месте стояла И другой день стояла Точно там же Сколько вы насобирали Таких заявлений? Несколько сотен Собирали заявления Плюс по своим активистам За два дня? Нет, не за два дня Мы собирали еще А, предварительно Да Мы пооткрывали там Районы организации Там тоже люди собирали Делали такую акцию То есть Собирали эти подписи людей Вот Эти подписи мы передали На Киев На Киев Вы сами ездили в Киев С кем вы там общались И встреча с кем была? Встреча была с Владимиром Налимальчиком Вы имеете в виду меня? Да, да, да Я же не один ездил на Киев Я ездил на Киев И плюс ездило очень много людей То есть около 30 человек С Полтавы? Да, с Полтавы Мы ездили все на митинг На мирный митинг Мы не только с Полтавы Приехали люди со всей Украины Мы ходили к администрации президента Тихо, мирно Нас пропустили через металлоискатели Вот мы принесли около 300 томов В администрацию президента Попросили, чтобы к нам вышли То есть до самой администрации президента Мы не дошли То есть был мирный митинг На котором была озвучена проблематика Ту, которую мы принесли Вышел человек Мы попросили передать документы Пропустили 8 или 9 человек Отнесли эти папки Отнесли заявление Перед этим В 15-м году Валентин Наливайченко То есть подавал материалы По поводу обшорных компаний Чиновников Ну не было никакой реакции То есть прокуратура Украины Не возбуждала ни уголовные дела Не было следствия То есть по этому поводу В этом году они обратились в суд И суд, скажем так В приказном порядке Вынес решение о том, чтобы Занести это все В доследственное расследование И эти дела все расследовались А скажите Я более чем уверен И в интернете муссировались слухи О том, что Ну все вот эти акции Которые проходят сегодня в Киеве Они проплаченные Ну вот вы говорите Что с вами ездило там Порядка 30 человек Со всей области Со всей области Кто хотел, те поехали Сколько вы заплатили Каждому отдельно человеку? Ничего мы не платили Люди по собственной цели Поехали со мной Единственное То, что я Я это проплатил автобус Это лично моя инициатива То есть вы проплатили Вы лично проплатили Я лично проплатил Автобус А те люди, которые ехали туда Они не получали никаких Никакого взыску Пока мы шли митингом То есть было где-то Ну много допустим Там очень много людей было Очень много полиции Были какие-то отдельные митинги Там и 5-10 И я так понимаю И другие митинги Я не знаю, кто их организовал Вот мы мирно прошли Пришли под полицию Постояли там Буквально там может час Поговорили И разошлись Отдали папки Нас пропустили Тоже тихо-мирно Поздоровались с полицией А скажите Вот На что Все-таки Валентина Леваченко И вы Как его сподвижники Все надеетесь Ну вот на сегодняшний момент Какой вы ожидаете реакции Смотрите Значит Прошло 2,5 года Как Порошенко Стоит у власти Он обещал очень много То есть этому народу То есть обещал И посадить своих друзей Вместо того посадил Одного генпрокурора Сделал Свою бухгалтера Сделал Она управляет Вообще банка С банком Украины Который должен быть гарантом То есть И стабилизировать свою валюту Вместо этого Ну ситуация Останим видим И озвучила неоднократно О том что Стабильный курс будет И 10 И 12 Потом 18 На сегодняшний момент Мы имеем картину Так которая В России Курс доллара 56 рублей Он подорожал 2 раза Я согласен У нас война Так же Как бы Ну 20 он должен быть Я как менеджер Понимаю Что это все накручено И раскручено Ацбанк получил Сверхприбыля То есть на обменном курсе И вытягивая С людей Эти деньги То есть У нас Реформы Которые Петр Алексеевич Пообещал Они не проводятся То есть Это видимость реформ На сегодняшний момент То есть Мне бы хотелось Как полтав Как человека Гражданина Украины Чтобы он включился В работу И делал реформы Те которые он обещал Те обещания Которые он выполнил Ну то есть Сказал Озвучил Пускай он их выполнит И все У вас есть надежда Что президент Выполнил свои обещания Вы знаете У меня есть надежда То что Петр Алексеевич Это не Янукович И он Ну мне кажется По моему мнению Достаточно умный человек И может быть Он включится в работу И включится Рычаги влияния Два года прошло Ну вот это Мои проблемы Ну если честно Я больше Я тоже боюсь Очень сильно Какого-то переврота Еще раз в стране Я не был На Майдане Которые там Первый и второй Я не ходил Не занимался этим Всем политикой На сегодняшний момент Как бы Я понимаю Что если У власти Не будет Никакой реакции То это Наверное Все-таки Случится А сколько Вы готовы Ждать Реакции Ну вот Два года Ее не было Смотрите На самом деле То есть Сколько Готовы ждать Народ Этого всего Это же все будет Ну как бы Мне так кажется То есть Постепенно Приехали раз Дали вот Допустим Я беру себя В общем Да Приехали Дали мы Около 300 тому Будет ли реакция Будет ли проведено Расследование Будет Возбуждено Уголовное дело Если это Не будет выполняться Будем приходить Еще раз То есть Это то Что касается Нас То что касается Других Допустим Политических сил Как они Это все Видят Я не могу Туда-сюда Каждую неделю Они берут Флаги Куда-то Выходят Примыкают К каким-то Организациям Которые нуждаются В помощи В частности В Полтаве Это уже В порядке Вещей Понимаете Возле Ада происходит Постоянно Какое-то Движение Каждую неделю У нас Стабильное движение Но оно Не дает Никаких Результатов Я не говорю О том Что надо Хвататься За автоматы Например Но все-таки Я хочу Понять Насколько Терпение Валентина Наливайченко Как лидера И организации Которая Идет за ним Это то есть Вы И ваши Другие Насколько Вы долго Собираетесь Ждать Ну вот Вы съездили Когда Вы в следующий Раз будете Ехать Я более чем Уверен Вы не обессудьте Я отлично Понимаю Что движения В ближайшее Время Не будет Я вижу Это Вот вы сейчас Говорите о прокуратуре Мне становится Вопрос Прокуратура По-своему Она довольно Своебразная Вы Задаете вопрос И сразу же Сами на него Отвечаете Так Между строк Если честно Может быть Есть такой Серьезный Конкретный Вопрос Задали Я не могу На него ответить По одной Простой причине Я не знаю Я смотрю Так же Как все люди Как и народ То есть На эту всю Ситуацию И Думаем Терпеливо Смотрите Да Терпеливо Я То есть Самая Большая Почему люди Выходят Проблема Это Экономическая Ситуация В стране Загнали Народ Просто В угол Хотят Рассказывают Про Европу Хотя На самом деле В принципе В принципе Зарплаты Минимальные 40 долларов Идти в Европу Смысла нету Поднять зарплаты Я могу сказать Откуда Откуда мы Поднимем зарплаты У людей И так нету денег То есть Для того Чтобы поднять зарплаты Надо Растить производство Растить Предпринимательство И все остальное Его нет Оно убилось В 91 году Мы получили После Советского Союза Экономику Германии Ну примерно Может чуть-чуть хуже Там такая же ситуация была Спустя 25 лет Что мы имеем Были президенты Были грабежи Пришел президент Который пообещал Нам кардинально Изменить страну Пока нету ничего Есть какие-то там Позывы Знаете Как светлые огоньки Но это только Светлые огоньки На самом деле Верховная Рада Не работает Так и должна Она должна принимать Законопроекты Должна вестись Какая-то работа Они принимают Мы приезжали В прошлом году В этом году Извиняюсь Делали Пропускаем И заходили Там Я смотрел На это все Два законопроекта Они принялись за день Через полтора года Забрать деньги У Януковича И вернуть их Как бы Но я настолько понимаю Это так Ну вопрос И не накачался То есть Они так его и не наделали Ничего не произошло А скажите Вы знаете Вот это Первом слушании Прошел закон 3038 О газовых разработках Вот это все По областям Я видел вчера Вы не углублялись В эту тему Я видел вчера Как Ньюс Ване Гена Секалова Выступал по этому поводу Когда пришел С бутылкой Показывал Разрыв пласта Рассказывал То есть Что это Экономическая Катастрофа И я У меня Своя позиция Насчет Скажем так Газдобычи Если это Газдобыч То есть Я Насколько я Осведомлен Я понимаю Что газа В Украине Хватает на население На потребителя Его не хватает На производство Таких как Запорож Сталь Азов Сталь Металлургических Комбинатов Химическую промышленность Которая Потребляет Его Хотя Они уже Сделали Скажем так Улучшение На своих Заводах И экономит Действительно Но для Населения Газ должен быть Очень по низкой Цене У нас Его хватает Вместо этого На сегодняшний момент Те компании Которые Владел Янукович Они Раздробились Их разбили Эту ситуацию Упустили И наша власть Которая пришла Тоже об этом Не разговаривает Они разговаривают О Бурштане Там где Сотни миллионов Но они не разговаривают О газе Там 10 миллиардов Потому что Это наверное Все таки Принадлежит им А до народа Нету дела Это очень печально Это ваша позиция Или все таки Позиция Организации Это позиция моя Как Гражданина Как человека Который живет В Полтайе Там просто Я почему Об этом законе спрашивают Там своеобразная Система налогообложения Вы слышали об этом 5% остается в области 1,5% по месту 1,5% на районе 2% в область Насколько я знаю До этого Ситуация была Намного хуже Потому что Это отменили Наша областная власть Я так понимаю Там группа лиц Там начали И с беленькими Я так понимаю Тоже Которые Выносили Это из законопроекта Я не знаю Кто его носил Если честно Я так понимаю Приняли Это очень прекрасно Для Полтавы Это очень хорошие Дополнительные средства В госбюджет В областной Извините В областной бюджет То есть вы на это Смотрите Я смотрю Я смотрю Это очень хорошие А что дальше Дополнительные средства Я не знаю Я не знаю Это ситуация Довольно Размытая И для того Чтобы понимать Очень сильно В этом Быть экспертом Надо видеть Всю картину Происходящего Блгалтера В цифрах Поэтому На сегодняшний момент Власть не дает нам Увидеть эти цифры Любые Я как громадский Занимался этим вопросом Любая информация Которую я хочу получить Максимальная То есть Не дают эту информацию Допустим Ну Если вы даже Допустим Как журналист Сейчас сделаете запрос И зададите Кому принадлежат Вышки Которые В Полтавской области Вам На этот вопрос Кто есть С собственниками И Какие компании То вы поймете Что там Половина компаний Я так понимаю Обшорных Которые имеют Обшорную И опять Возвращаясь К тому Чем вы занимаетесь Это выводится Да Эти деньги За границу Не платятся налоги То есть Ситуация очень плачная Она как была Коррумпирована Очень сильно Так и коррумпирована Чтобы это все Скажем так Прояснить Из тех Из того Что мне нравилось Президент обещал Децентрализацию Что это означало Это означало Что Волтавская область Очень бы жила Хорошо Безумно хорошо Жила Ну Я считаю Что Мы добываем Вот Я вам пример Привожу Такой Люди Которые добывают Бурштин Местное население Я не сторонник Ну то есть Не сторонник Каких то там Критериев Но они говорят Мы хотим Добывать это сами Я предприниматель Хочу забирать это себе Я что ж живу Я живу Полтавской области Я добываю газ Не я лично Добываю Но у меня тут находится Давайте я сейчас Пойду Куплю вышку Поставлю И буду без разрешения Там Государство Бурить Это неправильно То есть Это принадлежит Народу Хорошо То есть Есть у вас Закон Есть такой Что там Допустим Ископаемая Какая-то часть Должна Оставаться Такая Как на вашей территории Это есть Остальное Все Госбюджет На самом деле Если Скажем так Исключить То что Чиновники Воруют В таких Размерах Которых Воруют Сейчас На мое Мнение То воровали Раньше Меньше Чем сейчас Сейчас В таком Хаосе Воруют Еще больше Чем было И очень Тяжело Это все Собрать К чему Оно Приведет Непонятно А как вы думаете Поголовно Чиновники Воруют Или все Такие Часть Есть Порядочных Людей Часть Работоспособных И работающих Я думаю Есть все Такие Часть Работоспособных Как и Судьи Так и Чиновников То есть Огольно Не стоит Я думаю Да То есть В основном Если мы Так посмотрим На картину У нас Основная Масса Та Которая Управляет Всем И забрал Нас Все ветки Власти Это Администрация Президента Она И прокуратура Извините За выражение Подмяла То есть И Нацбанк Все такие Регуляторы Там по-моему Я не помню По-моему Около Пяти веток То есть Он Под себя Забрал Президента И он Скажем так Имеет Очень большое Влияние На Кабинет Министров Не кабинет Министров Извините А на Верховную Раду Ну и на кабинет Министров Естественно Его люди Скажите А как вы Относитесь Нашумевшая Компания Декларирования Своих Финансов Да И то Что у многих Депутатов Я не говорю О цифрах Они меня не впечатлили Я все прекрасно Понимаю Но меня впечатлило Другое Наличие Наличных Денег Как вы Считаете Как вы К этому Относитесь Наличные Именно наличные Они декларируют Наличные Наличные Деньги Те которые Декларируют Я так понимаю Это для того Чтобы легализировать Какие то Их средства По которым Они живут Поэтому Их не просчитаешь Они не лежат В банке На счетах Для меня Печально То Не это Для меня печально То что Они наличные Наличные Это означает Что они не лежат В банках На процентах Наличные Означают Деньги Что они не верят В эту страну И в любой момент Собираются уехать Так же самое Как и Обшорные компании Зачем Мне Как гражданину Вывозить деньги С моей страны Если я хочу Тут работать Я хочу Что-то строить Я хочу Процветать Да То есть Ситуация такая Поэтому Указы Я понимаю Что я косвенно Ответил на ваш вопрос То есть Для меня Это больше Звонок То что Есть наличные деньги Я это все Прекрасно понимаю То что они Покупали Наверное Это наличные деньги По курсу 8 Это значительно меньше Я тоже понимаю Меня вообще пугает Присутствие в государстве Наличных денег Это мертвая грузка Это необорачиваемый капитал Как я думаю Наличные есть наличные Они где-то как-то заморожены Правильно Я думаю Показали деньги Намного меньше Чем на самом деле Есть Это 5% Ну они Сейчас же Некоторые Начинают показывать Какие-то Баснословно Купленные Подаренные иконы Там картины Какие-то художественные Ценности Да Генеральный прокурор Показал Но не факт Что они стоят этих денег Ну чтоб потом На ответ Откуда Ламборджини Ну я книжку продал Мы это все Все понимаем Да Ну на самом деле Что Плохо Что они эти деньги Не работают Не вложены в страну Вот это самое страшное Многие Радикальные люди Которые говорят Если собрать Все Добрать все Деньги Это там бюджет Германии Поэтому Шутят Как вы смотрите На работу Например Нынешней прокуратуры Которая Полтавской области Да Я далеко не смотрю Я даже Может быть Город лучше Я Смотрите Не только прокуратура Меня интересует Я просто много За счет того Что я много Хожу по городу Я часто вижу Честно вам скажу Их бездеятельность Она довольно странным образом Влияет на жизнь Нашего города Почему И у нас есть дом Профсоюзов В центре Это историческое здание На сегодняшний момент Оно заморожено То есть там Никого нету Какими-то действиями Там прокуратура Чем-то занималась В результате Все арендовзятели Разбежались Здание погибает Прокуратура На данный момент Обратный процесс Уже сделать не может И здание погибает То есть реально Я так понимаю Не может уже Потому что у них Рычаги влияния Я ошибаюсь Я если честно Ну вот тот вопрос Который мне задали Я не могу полностью Я глубоко не знаю ситуацию Для меня поймаете Я вам скажу честно Я вижу конечный результат Работы прокуратуры Погибающее Историческое здание То есть я понимаю Что через год-два Это будет второй Кадетский корпус Вот это что я вижу Развалят И все Оно будет погибать Кадетский корпус Никто не ломает Кроме самой природы Вот это самое страшное И вкладывать Сейчас найти Какое-то капиталовложение Даже восстановить Кадетский корпус Это просто нонсенс Это все в городе Надо остановить И заниматься Только Кадетским корпусом И вот отсюда У меня и вопрос Полиция Прокуратура Ваше мнение Это реформы Которые провела Эта власть Как она их провела И как оно Все будет делаться В моем понимании То есть Что она провела Попыталась провести реформы Это хорошо К чему они приведут У меня нет Это так же Как и вы Просто наблюдаем За этим всем За действия До прокуратуры Но есть же Наверное Какие-то дела Которые они выполняют Я знаю Что любой запрос Который Ну не просишь У прокуратуры Это очень долго отвечает Или бездействует Вот вам пример Допустим Тот который По Каноненко Если мы возьмем Каноненко Валентин Александрович Именно по нем писал Что у него есть фирмы Обшорные Писал Сколько Ну и дал информацию Сколько они выводят Каждый месяц в день Просил возбудить Уголовное дело Расследовать То есть Ноль Пока суд Не обязал это сделать Этого не было сделано Ну вот У нас все такая То есть У нас На сегодняшний момент Мне кажется Это судовая власть И прокуратура И полиция Она в таком Знаете В ожидании Ну а ожидания Доходят Ожидания Такого непонятного Они боятся И все делать И После Второй революции Уже так Опасаются Какие-то там Нарушения Но тем не менее Все равно Так скрытую Такой Таблетка Что с этим делать Вы знаете На сегодняшний момент У меня такое мнение Что Ну рыба Огнет с головы Есть такая пословица И Опять же То есть Все упирается В нашего президента И его волна Если он Поймет Что Страну нужно спасать То у него все получится Если не поймет Думаете он до сих пор Этого не понимает Это тяжелый вопрос Знаете Я как человек Не хочу в это верить Что он не Ну Как бы Хочу верить То что Он Поменяет свою риторику И свою политику Поменяет До страны Если он этого Не поменяет Мы увидим результат Который был И при Януковиче Каким он будет Хорошим Нехорошим Мы можем кричать Что это там Власти Кремля Все Я согласен Там Россия в этом Замешана Как-то по-своему Но выходит Ну мы живем В этой стране И нам тут жить То есть Если мы не хотим тут жить Мы собираем денежку Разворачиваемся И уезжаем Строим офшорные компании Если мы хотим тут жить Чтобы наши дети живут Она будет разбираться Все равно с этим вопросом Достаточно Такой вопрос Я не могу Ответить вам На этот вопрос Должна быть команда Которая пришла Люди Профильные Которые Занимаются Этим 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 Которые Правильно Менеджмент Посчитали Озвучили всем И работает В этом направлении Я понимаю Что будет Там год-два Тяжело А потом Будет легче На сегодняшний момент Там очень тяжело Как говорил Пан Яценю При этом Украл Очень много денег Очень много денег Сейчас Я видел последние новости Генеральная прокуратура Подозревает Его в больших кражах Нужно же подозревать Если По Киеву Даже слухи ходили Что второй миллиард В прошлом году Отпраздновал человек Долларов Поэтому Ему дали уехать Он уехал Про него все забыли Он не фишируется То есть Как нас Так все Пришли к власти Награбили Уехали Награбили Уехали Сколько вы в политике? Я в политике Меньше года Я не занимался Я занимался бизнесом Мне ничего было не нужно Я машиностроитель То есть На сегодняшний момент Что Почему Если вы хотите узнать Почему Пошел в политику Потому что я понимаю Что Допустим Наши чиновники Все говорят Что мы аграрная страна Все хорошо То есть Замечательно просто Если мы посмотрим На мировых лидеров Там Германия Америка Они Производят Как аграрии Экспортируют Там 2% А 3% Это общего ВВП У нас После 1991 года Было много заводов Которые надо было Просто модернизировать И все Спокойно работало И все Спокойно получалось На сегодняшний момент Вот именно Промышленный комплекс У нас Мы сырьевой придатор У нас практически Все убили Судостроение Самоэльтостроения Танкостроение Как в непечальных У меня за малыш Он не будет решен Танки выпускает С нуля Ну То есть Я знаю Он не выпускает Их Он модернизирует Да Есть какое-то оброне Но они не успевают На своих Мощностях Потому что Многие цеха Закрыты И все остальное То есть По машиностроению Могу часами С вами общаться А как вам удалось Выжить в этот момент Мы не воровали Мы вот у себя Сами знаете По крупицам Ставили Я лично Ездил Допустим Все оборудование Которое мы покупали Я покупался Вся территория Украины Последний станок Когда оккупировали Луганск Я вывозил оттуда Большой огромный станок Для того чтобы Ну Предприятие работало Я экономил деньги Покупал И влажный С оккупированной территории Удалось вывезти Тогда еще Она не была оккупирована Это были только Первый всплеск То есть Забрали Крым Мы покупали На сегодняшний момент Ты знаешь Этот завод разбит Мы покупали Купили там Оборудование И выжирают Все распродается У нас В стране вывозится Стратегическое оборудование Огромное оборудование Со страны На Чермет вывозится Его покупают Ирак Иран И все страны Такое оборудование На сегодняшний момент Покупать То что большие детали Оборудование Стоит миллионы долларов Мы не сможем купить То есть Постепенно Никому это не нужно А вы не пробовали Как металлолом Его покупать Как металлолом Его на сегодняшний момент Не продают Но оно стоит Чуть-чуть дороже Чем металлолом Все равно Это большие суммы Потому что Это большие оборудования ну я вам просто пример привожу там большой станок там есть начинает от 5 метров допустим это стратегически вот для того чтобы сделать извиняюсь башню танку надо станок как минимум 320 поворачивал я понял это вот это что больше это стоит станки такие очень много стоит а они практически если not вывозят за границу ставят свою чпу реставрирует и работает спокойно если такой станок купить на сегодняшний момент допустим там китае там это будет стоят миллиона полтора долларов если купить в германии 5 миллионов долларов это небольшие называю а то что допустим там 5 метров диаметре больше это все стратегически она все вывозилась со стороны большие токарные оборудование все возле мелкие мы можем купить от большой который со стороны все утекает создает на чермет но станок ввесе там 120 тонн конечно его в свое время там все в порезанный чермет отправили переправили в чушки и на турцию отправили вывозим между мы сырьевой продаток мы даже полтавской области сибири берем берем допустим комсомольский хороший оку все нормально куда моя катыш продаем в швейцарии европу продаем был проект пилотные там по 30 тысячам людей рабочих мест создать металлургический завод был проект был в полтавской области реализован нереализовано сделали карьер сняли верхний шаг подали все остальное нужно государство дать вы пришли в политику в надежде на то чтобы хоть немножко поправить положение государства ну хотя бы немножко на первом хотя бы еще в политику потому что я вижу куда заходит люди которые люди олигархов которые проплачены для меня как мне бы хотелось полтавской области собрать адекватные думающих людей какую-то команду я не называю которая не финансируется там одним лицом пускай это будет там это люди которые там пожертвами нет мелкие предприниматели которые будут понимать что вот тут моя территория допустим там я тут работа я хочу чтобы она процветала создать такую вертикаль и попытаться поработать то что на сегодняшний момент это как обычно одно лицо которое финансирует политику такой олигарх по вашему олигарх не каркад и человек который в 90-е годы по моему мнению благодаря там свои смекалки каким-то деньгам скупил полукраины вот и управляет страной дабы не потерять это все то есть они полностью управляют и верховная рада и всем под понятие олигарх по вашим критериям вы не подходите я не подхожу точно что как вы себя вообще со стороны расценивать и not в бизнесе вы мощный бизнесмен ну для полтавы по крайней мере не думаю я есть мощнее вас конечно ну не я просто смотрю вокруг с производством то проблема почему вы меня заинтересовали вы производственник насколько я знаю мы пытаемся скажем так я могу сказать но допустим еще у нас есть турбомех который еще не лег ну я был там не там неплохой меня понравилось то есть не такой наверное как был к тому что это такое поменьше ну все же авто агрегатный вы наверное имеете ввиду или турбомеханический а где у нас где у нас турбомеханический завод за киевом за вот там что еще цеха есть конечно там большие цеха есть даже оборудование есть которое обрабатывает детали там серьезно я честно думал все завода нет нет они же выпускали выпускали я так понимаю компрессора на сегодня выпускает лопастяна турбины профильная у них много работы очень тяжело даже них попасть почему работает тяжело но работает так как раз он частный вы знаете насчет его собственности я думаю что частный это был наверное губернатор когда-то по крайней мере слышал губернатор сумму кто-то его купил а на сегодняшний момент кому он принадлежит я не знаю я не тайну открыли я просто поймаете много хожу по городу у меня такое впечатление что у нас не то что нету завода вообще но я сейчас смотрю на вас от и оживает на 80 процентов было следовательно все в кременчуге он 20 процентов это было там уровень того то есть это я что касается полтавской области кременчугских заводов я не знаю то есть я знаю что по крайней мере слышал допустим что на кразе выпускает на военку оборудование то есть бронемашины вот но от других людей я не было лично на других есть я слышал что у них там только сборка хотя когда я задал вопросах нет мы производим поэтому ну как бы мне тяжело судить там где я не был полтаве езжу по каким-то заводов а что же вы производите производим промышленную вентиляцию промышленные вентиляторы до этого двигатель полностью делаете нет двигателем и не двигатель недавно кстати вы на нашем электромоторе тоже работает я никогда в жизни не думал очень неплохое предприятие то там где налоговая инспекция работает я думаю они везут возит все с китая зашел на предприятие мне очень понравилось цены правда дорогие потому что китайский рынок давит нас очень их очень сильно них дороже чем кита вы где двигатели покупаете мы к сожалению покупаем ветер на территории украины но посредников которые украинские двигатели украине очень скажем так бы были заводы один остался из них донецкой республики так понимаю который выпускал большие двигателя взрывники как называемые с повышенной защитой вот каховский завод хозяева опять же россияне которые так и работает вроде бы не сильно но работает тоже но все равно мелкие двигателя на наш украинский рынок поставляет весь китай а вот вы хорошо ориентируетесь вы зацепили интересную для меня тему как вы думаете на украине много предприятий которых хозяева прямо косвенно неважно каким образом но все-таки российские очень и они существуют на данный момент и работают я правильно знаю но думаю да как-то переоформили как-то переделали грегори шин я так понимаю вообще у нас полтавской области не знаю какая там ситуация болонера которые нас очень тяжело с этим всем не причем я так понимаю на них очень тяжело влиять по поводу там электрификации все остальное а в процентном соотношении сколько как вы думаете производства предприятия может быть если взять в деньгах тяжело наверное мерить просто сами предприятия примите российский не знаю да не могу хотя бы так даже половина 30 процентов даже всем даже даже боюсь представить но это может быть страшная цифра но это может быть большая цифра не знаю может быть большая цифра тяжело сказать почему то что я а какой тех предприятий капитала бороться таки он все-таки как-то с россией закольцован или как-то не в курсе вообще не слышали я не слышал я допустим понимаю что где-то процентов наверное 60 предприятий все-таки принадлежат олигархам то есть это коломойский это ахметов это другие лица то есть эти вот то есть тарута который тоже не тарута там попродавал все равно очень много это люди которые практически все все предприятия крупные держат наш я вернусь к президенту а как вы думаете пословица короля делает свитер она имеет право существовать именно сегодня именно в киеве знаете тяжело сказать но наверное да когда делает свита но опять же если есть воля короля то свита подчиняется нет это моё мнение у нас король такой достаточно с большой политическим прошлом с построенными ни одной партии и все-таки есть надежда большим экономическим то есть человек да бизнесмен достаточно серьезный я не знаю я не знаю какая у него будут позиция мне тяжело сказать мы это увидим я вам скажу честно я обычно стараюсь обходить в разговорах обливание нашего президента не хорошими словами и не хорошими понятиями я вам объясню почему так же как и например мэр нашего города его выбрали люди я не имею права плохо о нем отзываться потому что я начну если о президенте говорить я в миллионах людей буду говорить плохо это их мнение волеизъявления и тоже самое мэр нынешний плохой он или хороший я не имею права его выбрали люди как за что почему за то что он красивый или некрасивый это меня уже не интересует есть факт но я почему задал по поводу короля делает свита я отлично знаю что вот предыдущий президент был да вот он в какой-то момент он попал в прострацию то есть ему доносилась та или иная информация в нужном кому-то цвете то есть ни народу не самому президенту а именно кто-то там принимал какие-то решения ему преподносили стилен та или иная информация в таком в оригинальном цвете народ живет хорошо все счастливы будь доволен и ты вот в таком ключе мне интересно сегодня тоже может такое происходить с нашим президентом насчет то что вы сказали кстати оксана совершенно согласен то что тогда была такая ситуация доносилась что все хорошо и я так понимаю что он скажем так был просто радовался тому что он президент управляли другие люди крайне меня так слышу сколько она правда была не знаю на сегодняшний момент может быть такая ситуация которую вы звучите такая же но на сегодняшний момент если мы даже возьмем прошедшую неделю которая прошла все-таки я думаю и президент выходил выходил кладчиком банка михаила я не видел то есть видел что они митинговали мы прошли то есть я знаю мне рассказывать что вроде бы он с ними разговаривал верить им то что им будут выплаты какие-то решения принимать я не думаю что президент на сегодняшний момент не понимает этого мало то я понимаю что он принимает но все-таки активное участие вообще в жизни страны просто другой вопрос хочет ли он это это самое такое мне кажется хочет ли он изменений в стране их готов ли он к этому что а вы готовы к изменить стране даму лучшую сторону мне бы хотелось я думаю какие пожелания это хорошие а вы готовы к личной ответственности личной ответственности перед тем что я буду делать да я вам объясню вопрос я понял вопрос я поможете не проваля предыстория есть к этому вопросу вопрос достаточно серьезный и тяжело на него ответить я думаю что чтобы я не отвечал как бы я не питью на вопрос я думаю можно будет все судить по моим посту как я буду поступать вся можно рассказывать все что угодно да я готов мы это увидим не просто я вам скажу честно довольно часто и много приходится общаться с политиками пока это люди городского уровня еще тут не страшно люди как бы есть бездельники среди депутатов которые просто тупо ничего не делают да а есть люди которые говорят и делают то есть они чего-то добиваются любыми методами чаще всего методом переговоров добивается определенных успехов которые приносят обществу нужные результаты но как только начинаешь общаться с людьми начиная с областного уровня и депутаты верховной рады это вообще отдельная категория это люди которые много красиво говорят вы еще не умеете и я надеюсь никогда не научитесь такому искусству они много говорят ни о чем то есть конкретики никакой когда начинаешь конкретно задавать вопросы личной ответственности ведь все-таки они законотворцы они аккуратненько все съезжают куда-то но я почему задаю такой вопрос я прекрасно понимаю что в какой-то момент существуя в своей организации партии да вы можете столкнуться с тем что вам предложено будет да предположим баллотироваться и вы сможете выиграть выбор и предположим в верховную раду абстрактно мы говорим всякое может быть но когда туда человек приходит безответственный зачем он нам нужен людям народу а я почему так ставлю вопрос у нас насколько я знаю парламентская президентское правление то есть доминирует парламент правильно структуре я понимаю да да на сегодняшний то есть на данный момент депутат он должен не просто сказал и пошел вилами там потрусил или красным флагом неважно чем а если он говорит все должны понимать что он говорит и познать наверняка что он сказал и сделает добьется любыми судьбами не обязательно там трибуну качать а именно ну как политическим путем да путем переговоров то есть с одним со вторым третьим любыми компромиссными решениями ну скажем так вот вы задали такой вопрос для меня это пока сложный вопрос на него могу ответить так то что я видел то что приехал когда это я могу пример то есть то есть во первых для того чтобы принять какие-то решения верховная нужна команда это не не воля одного человека я могу рассказывать что я могу это сделаю на самом деле должна команда какая-то там хотя бы состоящая из 40 человек которые на что дополняют что какой-то законопроект приняли я вам просто пример элементарный пряжу и орфер со витаминка я буду как бы диора знаю недавно до общался то есть как бы и вот я видел его политическую карьеру то которая случилась с ним прям пример привожу человек который высказывался своей политической силе плохо да таким скажем ложкой дегтя вот он рассказал обшора рвался с таменко и не таменко с каноненко с грановским это все озвучиваю то есть чем он закончил он якобы вроде хорошо и и выгнали партии вот лишили депутатство он баллотировался 140 мы видим чем это закончилось то есть я могу расскажет а если это попаду я буду влиять на что-то может я хотел бы на что-то влиять но я не смогу работать без команд поэтому вот если вы так сказали то должна быть команда на сегодняшний момент эта команда есть у президента на есть у него и такого на нее и может влиять и кто бы даже не захотел как-то принятие какие-то решения один поле там него там ночью на так депутатам нужно сколько вы лично обеспечиваете рабочими местами людей лично обеспечиваю вы знаете это у нас вас еще бухгалтера но я думаю чуть чуть больше ста человек в районе 100 человек до стабильная зарплата ну на сегодняшний момент это можно очень много разговаривать какая у нас там скажем так это стабильная зарплата но люди от ко мне приходят и говорят у нас будет повышение скажем так тарификации на все евгений алексеевич а скажите пожалуйста нам поднимут зарплату то есть это такое но я к этому и подхожу на сегодняшний момент какая я не знаю что будет со страной мы пока как-то держимся но вы держитесь но вот сейчас президент заявил что минималка будет 3200 как вы почувствуете на свои на своем предприятии это ну во первых президента делает не для людей там я такая точка зрения он делает это то что многообложение увеличить потому что с 3200 я буду платить налоги поэтому это знаете такой вопрос достаточно двуякий для президента это вливание бюджет для того чтобы заплатить но это за один это один месяц может продержаться в максимум 2 я так думаю а дальше вам нечем платить я думаю это будет знаете как произойдет произойдет так как с россии запретили экспорт в россию это правильное решение так как у нас нет война я теоретически согласен но страна к этому действительно не была готова что у нас предприятия экспортом где-то 70 процентов со всего им ну и импорта значит экспорт извините со все поставляли в россии со своего то есть они очень тесно были связаны и поставляли эти связи обрубили и многие предприятия украине закрылись согласен плохо тогда надо выполнять другую сторону которая президент озвучивал то что надо поставлять эту продукцию в европу а вы готовы в европу свою продукцию поставлять это такой еще серьезный вопрос я бы в кабинете министров единственный представь ну там по три представителя на я единственный был там то есть скажем так мы выпускаем можно сказать уникальное оборудование там таких предприятий как у нас как мы мало и до 2019 года нам сказали что нам надо поставить продукцию соответствующую есть шансы я это все очень долго слушал там был и были замминистров были и немцы были достаточно много людей слушал конце просто озвучили я как бы понимаю что вы хотите но технически чтобы это выполнить не нужно оборудование которое технически это может делать оборудование на нашем предприятии старенькая мы не готовы физически к этому всему без помощи государства то есть без финансирования без закупки оборудования мы просто к этому не готовы и мы если не найдем деньги 2019 года просто закроемся я не знаю что будет но такая такие встречи были и с разными отраслями и с энергетическими со что вам государство ответило в этом разговоре ничего не ответил нас всегда государство знаете как за будем помогать вот вам банк рефинансирования берите у них кредит пытайтесь как-то это все сделать как-то выжить как это будет в этом мы занимаемся этим вопросом мы не знаем то есть на сегодняшний момент при такому курсе при такой ставке это будет очень тяжело почему то что брать мы должны кредит в евро так как оборудование которое нам нужно это европейское оборудование это серьезно брони нас в украине но не выпускается отдавать должны тоже в евро связи с экономической ситуации в стране мы должны все таки поставлять это на территорию европы даст ли нам европа квоты и туда коридор на сегодняшний момент она даже визна не дала я уже не говорю о том что мы с ней сотрудничали да я был у многих предприятий которые сотрудничают с европой есть иностранные инвестиции там не по заключали договора и не то поставляют свою продукцию это есть но это один процент может даже меньше предприятий украины которые к этому готовы остальные все и все же как вы выдержите поднятие зарплаты ну у вас есть я думаю экономист который хоть немного уже просчитывают и начинают я надеюсь что президент не сделает такого же а если допустим но если будем думать на сегодняшний день выживете сможете ну придется уволить людей каких-то и то что выжило предприятие сократить придется сокращать все такие люди думаю да а сколько процентов как вы думаете ну я думаю возможно даже половина ого ого это серьезно ну будет видно я не знаю что просто знаете как у нас мы живем от каких-то там допустим влияние там государства вот они сегодня приняли закон ты мы должны также такой же закон и вам мускать больше нас в экономика очень много таких законов которые как мы приспосабливались например мы платим налоги не получив еще день то есть на сегодняшний за товар вам не пришли деньги а вы налоги уже аналоги я должен заплатить это ввел я ценю очень интересный такой момент поэтому мы когда лог платится в момент отпуск отпуска товара из 15 дней но а строчка платежа предприятия а мы ну как бы у нас скажем так мы делаем не только мелкие оборудования не серийные а большое и мы ну как бы зарабатываем только с крупных предприятий которые принадлежат олигархам у них четкие условия 60 дней от строчки платежа без денег поставка то есть предприятие должно купить оборудование а мы оборудование допустим электродвигателя не дают без денег покупать то есть мы покупаем предприятие за свои деньги электродвигателя по закупаем металл производим то оборудование которое мы сами прожили а это всего лишь на все там половина грубо говоря остальное все должны покупать вот производить мы двигатели как минимум стоит половину стоит бестоимостью то есть мы ее понял и поставить оборудование при этом заплатив все налоги мы должны знать 60 дней у нас были случаи когда мы ждали по полтора года пока не подавали суд на сегодняшний момент мы судились уже со всеми предприятиями то есть ахметов и коломойский все суды выиграли я не знаю благодаря ли это остаются контакты с этими предприятиями с которыми вы судились то есть вы дальше с ними работаете мы дальше с ними работа то есть несмотря на то что вы судите свои в нормальных отношениях но в зачастую это скажем так человеческий фактор то есть не потому что предприятие не должно было заплатить или мы плохую продукцию поставить зачастую это как не приспорно тоже коррупция такая ситуация нас она в стране пока не меняется не знаю кстати есть у меня возможность встретиться с вами все-таки на вашем предприятии посмотреть может быть что-то снять у вас она секретная кстати я сегодня в одном месте был вынял камеру меня с охраной там выгоняли у вас нету такого нас секретного ничего нет ну то есть с вашего позволения можно будет как-то встретиться мы отдельно моего ряда думаю можно это сделать мне интересно просто было бы с вами еще пообщаться показать то чем вы занимаетесь не как политика как хозяйственника менеджера как вы директор предприятия своего нет нет а у вас есть директор да да конечно из директора я коммерческий директор вы коммерческий директор коммерческий директор но тем не менее своего предприятия знаю хочу видеть спасибо большое не буду вас больше терзать сегодня очень буду терзать следующий раз долгий разговор спасибо и да всем удачи